Я часто читал вот эту статью. Эту статью я читал тысячи раз, и все время я нахожусь тут что-то новое. Но то, что мне представляется здесь, это не написано для людей с улицы. Если он показывал бы Бен-Гурьона, это он бы его выкинул бы с лестницы. То есть он говорит здесь о Кабале в чистом виде. Я дам пример. Если он такой, посмотрите, я смотрю на это, хоп, как будто я первый раз вижу. То есть это требует заботы и правильного направления. Иначе это не имеет права на существование со стороны упрямой природы. Он говорит, творец упрямец. Да, упрямец. Да, существует непреложный загон. Если ты ко мне приходишь и говоришь, а я не нарушаю законов. Так я говорю, ты упрямец. Ну, упрямец, ну так что? Ну, так что же я теперь сейчас выйду наружу, обращусь к людям, к людям, которых я хочу убедить. Ну, почему? Я хочу вас спросить, что я должен понять из этой статьи? Ты из этой статьи можешь научиться только одному, что у тебя в человеческом сообществе существуют законы. жёсткие, подобные законам неодушевлённой природы. Если ты что-то выбросишь с десятого этажа, ты можешь высчитать, с какой силой ты упадёт на землю? Можешь. Может, ты не знаешь формулу, но это возможно. Это нормально. Мы можем это сделать. С такой же точностью ты можешь, по сути, высчитать любое действие человека. Человека на человека. Я сейчас смотрю на Амикама. Я посмотрел на него с каким желанием, с какой силой, с какой мыслью, каким видом. Я этим подействовал. И теперь, как это действие действует во всём мироздании? Можно это посчитать. Можно это высчитать. И тогда, как всё это мироздание отреагирует на это? Мир полон сил и полон действий. И мы находимся во всём этом как решающая сила. Мы на нашем уровне находимся, мы в нашем пузыре находимся как самые сильные, самые решающие игроки. И мы сами не знаем, что мы творим. Как же можно так относиться к миру? Так мы развивались до сих пор силами природы, которая вела нас и которая заботилась о нас, как мать о ребёнке. И несмотря на то, что ребёнок носится там, хочет всё время что-то, она всё время оберегает его, отодвигает, чтобы он не поранился, смотрит за ним, чтобы не упал. Знаешь, как мать смотрит за ребёнком, когда он начинает носиться по комнате? И закончилось всё это время. Сейчас мы должны сами, если я продвигаюсь неправильно, ударяюсь. Даже маленькие, пока это удары крошечные, только чтобы показать мне, что я что-то должен сделать, ещё что-то должен сделать. Мы не учимся этим ударам. Мы не учимся на этих ударах. Маленькие дети учатся, они уже знают, это горячее, это холодное. Он уже даже боится, а мы нет. Теперь так, мы научимся, научимся. Страдания подталкивают нас хорошо, научимся. Но мы ничего не выносим на будущее. Мы не учимся тенденции, мы не видим всей законности, причинно-следственной связи. Я из всего этого уже должен был бы научиться и сказать бы, ребята, что существует какая-то тенденция, здесь есть некая методика, заложена какая-то мысль, есть какой-то рационал, который действует в этом всём. И мы должны ему научиться, что мы раз за разом будем страдать. И это страдание не должно быть просто как удары, типа биржа упала. Страдание может коснуться жизни миллионов людей. Страдание может быть таким, что ты будешь сидеть дома, тебе не будет ни работы, не будешь получать ни копейки правительственных денег. Что вы там можете дать? Вместо того, чтобы быть человеком и чувствовать себя соответственно. То есть мы должны учиться, где мы живём. Но законы жёсткие. Ты сказал правильно. Творец упрямец? Упрямец. Абсолютно. Ничего не меняется. Ты хочешь научиться? Пожалуйста. Но в чём проблема? Ты пойми, что ты находишься в развитии. Что значит в развитии? Как ребёнок. Ему открывают всё больше и больше. Момент за моментом перед тобой тебе раскрывается ещё чуть больше свободы в комнате. И ещё больше. И тогда ты можешь спотыкаться и получать удары всё больше. И это ты должен понять. И тогда приходит наука Каббала и говорит, я не как мать природа, которая заботилась о тебе. Нет. Я позабочусь о тебе с другой стороны. Я тебя научу. Не буду за тобой следить и двигать предметы, чтобы ты о них не ударялся, чтобы ты был в безопасности. Нет. Я обучу тебя, как расти, как понимать, что происходит вокруг, что это игра опасная и что здесь не стоит касаться. Законы. А, ты не хочешь учиться? То есть, что тебе говорит наука Каббала, что существуют законы, будешь соблюдать их? Хорошо, не будешь соблюдать, будет плохо. Всё очень просто. У тебя есть оправдание. Я понимаю, что ты не согласен.